С 1 января этого года медицинские работники всех образовательных учреждений города из-под контроля департамента образования перешли под крыло центральной городской больницы. В декабре 2012 года эта новость вызвала массу вопросов и недовольства у врачей и медсестер, которые трудились в детсадах и школах. И вот спустя полтора месяца работы по-новому в Ноябрьске подвели первые итоги. Главный вопрос, который волновал медработников от образования, что будет с зарплатой при переходе из одного ведомства в другое. По предварительной информации она должна была сократиться. Первые расчетки показали, что это так и случилось. Мы здесь отработали один месяц и в среднем зарплаты по департаменту образования на ставку была такая, как здесь мы получили на полторы. За счет стимулирующей, потому что там мы просмотрели все стимулирующие, какая у нас. Мы отработали полторы ставки. Кивать на образование, где недавно произошло существенное увеличение оплаты труда, не стоит, говорит руководитель ведомства. Эта прибавка коснулась только учителей и воспитателей и в любом случае обошла бы стороной врачей и медсестер. А вот вопрос, как сделать так, чтобы нынешняя зарплата в ЦГБ догнала прежнюю, которая была в образовании, уже решается на уровне окружных властей. Заверила присутствующих замглавы администрации Ноябрьска Валентина Сиренко. По зарплате, я думаю, что вы все выскажетесь. У меня расчетки лежат. Разницу мы видим и знаем. Что-то с этим решить. Но вы находитесь в нашем учреждении и получаете, как все остальные медицинские работники. Как в образовании у нас не бюджетное финансирование. У нас идет в рамках УМЭС, сколько больницы заработало по посещению. На сегодняшний день у нас даже посещение уменьшено. С 850 тысяч посещений до 830. То есть на 20 тысяч посещений. Каждое посещение стоит денег. Тем не менее, по словам главврача, есть премии, которые помогут выровнять ситуацию и есть возможность заработать дополнительно. Дело в том, что на переход из одного ведомства в другое решились всего 63 из 138 медработников. Это меньше половины тех, кто работал в школах и детсадах. А значит, большинство медвакансий в образовательных учреждениях свободны. Больница готова платить за подработку и даже более того, она готова обучать медсестер смежным профессиям – физиотерапии и массажу, чтобы они в своих же садах и школах могли совмещать работу и зарабатывать. Отдельно на собрании обсудили ситуацию в ручейке, который посещают дети с нарушениями зрения. Врачи из сада ушли, медсестры есть, но пока они не получают дополнительных денег за специфику работы. Я думаю, будем смотреть. Все-таки, если будет возможность, мы сохраним другую стимулирующую разбавку. Если вы этот объем, сейчас, если найдем остальмолога, и будете объем выполнять, конечно же, будем оплатить. Другими только способами. Это не будет как спецучреждение, а именно стимулирующая разбавка за этот объем именно специфической помощи. К слову, остальные вопросы, что волновали новых сотрудников ЦГБ, тоже касались финансов и способов взаимодействия между двумя учреждениями. Руководители ведомств заверили, между городским департаментом образования и ЦГБ заключено соглашение о сотрудничестве как раз для оптимального решения ситуаций, которые складываются в работе по-новому. Татьяна Заозерная, Ирина Потехина, Григорий Куроптев. Новости нашего города.